Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о психологических особенностях поведения молодых родителей в первый год жизни новорожденного. Психологи и педагоги считают, что если младенец окружен вниманием и нежностью, то у него вырабатывается доверие к миру, к людям, к событиям в этом мире. Родители создают фундамент развития характера взрослого человека, прежде всего это принятие самого себя. Я любим, значит я хороший, спокойного и уверенного в себе человека. Такой ребенок растет и веселым, приветливым, любознательным. Другим людям он относится с симпатией и интересом, способен вступать в длительные и дружественные отношения с ними. Если же у малыша нет доверия к миру, то он вырастет тревожным и неуверенным в своих силах, агрессивным, упрямым. К людям такой человек будет относиться настороженно, боязливо. Из вышесказанного следует, что причиной капризов и упрямства ребенка могут стать особенности поведения родителей в первый год жизни. Чувства родителей, только что родившихся малышу, могут быть полярными, и это неудивительно. Ведь молодая мама в первое время после родов сама во многом похожа на младенца. Она также беззащитна и нуждается в поддержке. И если ей не помочь, то это состояние может превратиться в тоску и депрессию. Часто настроение будет резко меняться, в одну минуту переходя от радости до тоски и глубокой грусти. Для того, чтобы не впасть в депрессию, нужно стараться сосредоточиться на ребенке и верить в свои силы. Можно дать здесь совет. Доверяйте своему материнскому или отцовскому инстинкту. И следуйте рекомендациям детских специалистов. Главное, что нужно ребенку, это ваша любовь, забота и общение. При изучении процесса развития детей психологи пришли к выводу, что любящие родители инстинктивно выбирают самые правильные решения. Почти каждая женщина после рождения ребенка, особенно первенца, находится в подавленном состоянии. Ей кажется, что закончилась ее молодая жизнь, навалилась ответственность, наступила зрелость. Теперь уже многого не испытаешь, не достигнешь, навсегда упущены многие возможности. Молодая мама боится, что младенец не украсит ее жизнь. Грусть и подавленность часто сменяются раздражительностью и тревогой. Молодая мама обижается на мелочи. Слезы у нее льются по любому поводу. Это послеродовой эмоциональный кризис. Он пройдет через одну-две недели, но может и затянуться. Когда он затягивается, в таких случаях близкие обязаны помочь молодой маме. Отсюда совет. Чтобы негативные эмоции не прилили в состояние депрессии, надо давать возможности молодой маме выспаться и отдохнуть. Все дела по дому молодая мама должна свести к минимуму. Большая часть домашних забот необходимо переложить на плечи ближних. Молодая мама не должна забывать, что она не только мать, но и женщина. Молодая мама должна иметь возможность провести некоторое время без ребенка. Хотя бы полчаса. Не надо отказывать себе в удовольствии сходить в гости, зависнуть в интернете, ну и так далее и тому подобное. Пусть вся семья поможет в этом, так как это обеспечит покой и комфорт не только матери, но и малышу. Спокойная, здоровая мама поддержит любовный контакт с ребенком, придумает много бессмысленных словечек, целует малыша, поглаживает. Ребенок чувствует, что любим, и избаловать его такой любовью невозможно. Такие мамы бывают счастливы. Рассмотрим четыре наиболее распространенных варианта поведения родителей. Первый вариант поведения родителей – это мынительные родители. Их тревожат капризы ребенка. Они стремятся исправить недостатки, часто меняют стиль общения с ребенком. То потакают ему, то наказывают. Будут показывать ребенка врачам в самых разных клиниках. Это только ухудшить ситуацию, так как для нормального развития малыша важно сохранять устойчивость внешнего мира. Малыша беспокоят перемены, а родители умножают их число. Таких родителей также отличает непоследовательность. В них борются разные желания. С одной стороны, они стремятся сохранить мир в семье, поэтому уступают ребенку. С другой стороны, опасаясь избавить малыша, начинают его воспитывать, отказывать во всем. Такая непоследовательность не способствует нормальному развитию ребенка. Второй тип родителей – раздраженные. Эти родители страдают от беспокойного, плаксивого ребенка. Они избегают общения с ним, лишают его необходимой любви и ласки. В этом случае нарушается контакт между родителями и ребенком. Чтобы изменить ситуацию, родителям необходимо перестать воспринимать своего малыша как утомительную абузу. Если раздражение не пройдет, безразличие и пренебрежение будут травмировать ребенка, так как его основной потребностью является любовь и общение со взрослыми. Третий тип родителей – авторитарные. Эти родители будут навязывать малышу свою систему требований, не обращая внимания на беспокойство, которое у него возникает. Отказ ребенка от необходимой пищи, от общения с гостями, от гимнастики и так далее останутся незамеченными или будут восприниматься как бунт, который обязательно будет подавляться наказаниями и порицаниями. Таким родителям следует трезво взглянуть на воспитательную позицию, учитывая особенности малыша. Не стоит оставлять его на несколько часов одного, игнорируя крик, так как не все методы воспитания, описанные в книгах, подходят именно вашему малышу. Четвертый тип поведения родителей – это внимательные родители. Внимательные родители во всех проблемах стараются разбираться аккуратно, с пониманием относятся к ситуациям, когда их ребенок испытывает трудности. Они постараются преодолеть их вместе с ним. Новую пищу в рацион ребенка будут добавлять медленно, постепенно. Гости не будут мешать общению малыша с родителями. Сами родители будут в общении спокойными, доброжелательными, уверенными в себе. Постараются не обременять ребенка своими эмоциями и беспокойством. Они будут подыскивать интересные занятия для малыша. Эти родители будут принимать ребенка таким, какой он есть. Система требований к ребенку должна быть реалистична. Запретов должно быть очень мало, и эти запреты должны последовательно приводиться в жизнь. Родители хвалят ребенка за хорошее поведение. Поиграл один, хорошо себя вел, порицает за капризы, не хочет есть, остается голодным до следующего кормления и так далее и тому подобное. Еще раз хочу сказать, что по данной тематике написаны сотни книг, защищены десятки диссертаций. Поэтому все рассказать в небольшой публикации невозможно. Если вы испытываете сложности, я рекомендую обратиться к психологу. Пишите в комментариях или на электронную почту, и я обязательно вам отвечу. Еще раз напоминаю, консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.